Курганский медицинский кластер Конечно не может продвинуться в бизнесе, в медицинском, в туристском бизнесе Это очень сложная область Поэтому в 2012 году пришла идея сделать Курганский медицинский кластер Поначалу объединяя клиники и производство имплантов вместе А на сегодняшний день это уже поддержанное в том числе правительством Курганской области Объединение между различными вот такими вот учреждениями Для того, чтобы продвигать бренд Курганской области Якорным предприятием является Центр Элизарова Крупнейший ортопедический центр в России и наиболее известный бренд в мире Этот Элизарова, он известный по всем мире Соответственно мы являемся якорным предприятием Я являюсь администратором, директором Центра Элизарова А вот эта группа, товарищи, которые с нами представлены вместе Мы работаем вместе именно как вот такое добровольное объединение медицинских кластеров Любой медицинский бизнес, любой туристский бизнес живет, самое главное, на потоке пациентов или на потоке клиентов Для того, чтобы был поток пациентов и клиентов, нужно понимать, откуда он будет формироваться и как его обслуживать Потому что качество обслуживания, оно и формирует этот поток в конечном итоге Более концентрированного места, где мы можем посмотреть операторов основных, производителей, изделий, которые присутствуют в России В том числе очень крупные учреждения, которые занимаются медициной и оказанием услуг И системами организации этих услуг, как данная выставка просто не существует Что больше всего интересует людей? Ну, во-первых, мы очень крупная медицинская клиника, да, здесь центр Элизарова представлен Которая оказывает медицинские услуги, их интересует именно это направление Следующее, у нас есть проект по больным с детским церебральным пролечом Достаточно уникальный проект, потому что мы работаем не только с детьми, но и со взрослыми С детским церебральным пролечом, чего, в принципе, вообще в России является, ну, скажем, большой редкостью И очень много вопросов конкретных, как мы смогли организовать такую вот систему Как смогли объединить необъединяемое в рамках вот такой формы медицинского кластера Вот мы объясняем преимущественно именно медицинского кластера Как не формальной организации, где есть какие-то четкие правила, организационные какие-то уставы А как именно клуб объединения разных учреждений Вот интересует, как мы смогли объединиться вообще Вот мы рассказываем про систему объединения в рамках кластерной политики, кластерной системы Первый опыт, мне кажется, все шикарно Даже по количеству представителей, по количеству посетителей И по общению с теми людьми, с которыми мы уже успели пообщаться, я думаю, что это успех У нас люди традиционно активно уезжают на лечение, на реабилитацию и на отдых за рубеж Мы понимаем, что в результате, скажем, и финансовых проблем, и санкционных, да, вот этих вот всех проблем Перемещение за рубеж стало менее доступным И тем не менее, накоплен колоссальный собственный ресурс И он очень часто не используется Был прекрасный ресурс курортов Советского Союза Который потихонечку начинает сходить на нет, если его не поддерживать И мы просто не ценим то, что есть И, наверное, это совершенно здравая, нормальная тема в условиях общей такой вот политики Попытаться посмотреть, что хорошего мы можем сделать у себя И многие курорты, тем не менее, несмотря на сложные года 90-х, смогли шагнуть далеко вперед И по технологиям, и по условиям Вопрос это именно концентрация направления потока в правильном русле Так, чтобы люди занимались именно своим делом Если это удастся, достигнуть этого удастся, то все будет хорошо Вот, наверное, основная задача и такой выставки, и таких встреч Это именно координационные решения, логистические решения Даже не понять, кто какой технологией владеет В принципе, это намного проще, и можно любой технологией овладеть Сколько понять логистику, куда, как обращаться, куда, какой поток направить Что это за поток, его сущность, этого потока Вот это вот основные вопросы, мы этого не понимаем, да? Вот именно логистику И если такие выставки помогут найти связи, кооперации Вот это, соединить людей с разными технологиями В создании какой-то единой системы в рамках России И, возможно, иностранных партнеров Тогда будет успех Мы приняли решение, что на крупных мероприятиях Мы будем выступать именно в рамках участника Курганского медицинского кластера Нам кажется, что это оптимальная форма Почему? Потому что всегда очень сложно выступать Какой-то вот маленьким представителем Всегда лучше это делать объединенно И финансово, и с точки зрения организации И с точки зрения поддержки друг друга Поэтому, наверное, в такой же форме В качестве Курганского медицинского кластера Надеюсь, что нам присоединятся новые предприятия И у нас будет стенд просто еще более богат представителями Но надеюсь, что мы будем также участвовать в следующем году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok